Кинолента «Зимняя вишня» стала чуть ли не песню женского одиночества. Снявшись в ней, одаренная российская актриса Елена Сафонова резко стала популярной. Большая степень народной любви позволяет поставить этот фильм на одну полку с такими легендами, как «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы». Разумеется, как только «Зимняя вишня» вышла на экраны, ее посмотрели более 60 миллионов человек в 20 странах мира. Увидели и забыли? Как бы не так. Чуть ли не каждая женщина тогда следила и не находила себе места от того, как главную героиню скрутила судьба. Экран экраном, но немного времени спустя и сама актриса мистическим образом повторила путь той женщины из кино. Елена Сафонова превратилась в настоящую звезду благодаря роли матери-одиночки Ольги. К сожалению, большая любовь народа и признание на актерском поприще в 90-е годы не позволили ей много сниматься. Они послужили косвенной тому причиной. Прямая причина была в самом кино. Отец Елены, Всеволод Сафонов, был актером, а мать Валерия Рублева – режиссером. Не стоит удивляться тому, что девочка с детства купалась в творческой ауре, а позже пришла к мнению пойти по протаренной дороге родителей. В начале 80-х окончен институт сценических искусств. Четыре года спустя, получение главной роли в фильме «Зимней вишни» режиссера Игоря Масленникова и становление одной из самых популярных актрис в Советском Союзе. Ее талант никто не отменял, конечно. Но в данных обстоятельствах Елене сыграл на руку эпизод с внезапным отъездом актрисы Натальи Андрейченко на постоянное место жительства в США. Именно она должна была сыграть Ольгу. Администрация срочно потребовала замену уехавшей артистки и тут же нашлась Сафонова. Режиссер Игорь Масленников все изучил и понял, что зрители просто влюбились в картину. Он снял вторую часть, продолжение истории Ольги. Два года спустя Елене поступило приглашение от французского режиссера Клода Миллера сняться в фильме «Аккомпаниаторша». На дворе 90-е годы. Работая над ролью, она познакомилась с актером Самуэлем Лабартом. В 1992 году пара поженилась. Женщина покинула родину и переехала во Францию, где продолжила свою карьеру. С французским языком проблем не было, так как она учила его в школе. Русская публика дала Самуэлю прозвище «Муж Сафоновой». А все потому, что Елена успевала много сниматься и во французском, и в российском кино, например, в третьей части «Зимней вишни». Она часто пропадала на съемках, а он ревновал, требуя сделать выбор – карьера или семья. В итоге супружеская пара разбежалась. Сафонова вернулась в Россию со старшим сыном Иваном, рожденным в браке со вторым мужем. Самуэль был ее третьим мужем. Младший сын Александр остался во Франции со своим родным отцом. Актриса вела борьбу за мальчика, но суд оказался на стороне отца ребенка. Младший так и продолжает жить в Париже. Он тоже актер, как его мать и брат. А Елена продолжает работать в кино. Она может похвастаться сотнями ролей в фильмах, которые лежат в ее копилке. Во многих картинах она играла главные роли. «Зимняя вишня», можно сказать, прицепилась к актрисе намертво. В 2018 году Игорь Масленников снял четвертую часть мелодрамы. Женщина особо не показывается на публике. Она всегда скромна и сдержана, почти не общается с прессой, не раскрывает подробности своей личной жизни. Не пускает в свой мир всех, кому не лень. Активно занимается спортом, о чем свидетельствует ее шикарная физическая форма. Желаем Елене Всеволодовне еще больше творческих успехов. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале. Вам точно будет интересно.